Всем привет! Сегодня нам дали на тест электровелосипед, а точнее Fatbike Pride Trophy с 26-дюймовыми колесами и с киловаттным кареточным 48-вольтовым мотором от Bafan. Сам велик прошел довольно-таки хороший тюнинг по замене комплектующих. Тормоза и перекидка Shimano XT, карбоновая вилка DT Swiss, улучшенная звезда на 42 зубьев, успокоитель цепи, покрышки Schwalbe Jumbo Jim, также полный набор по электрокомплектующим, а именно Gear Sensor, Brake Sensor, цветной дисплей DPC-18, аккумулятор спрятан в сумке в багажнике на 25 А. КАРЕТОЧНОГО МОТОРА Во-первых, проходимость по песку грязи на высшем уровне. Вы проедете практически везде, по воде, камням, даже на песку на пляже можно вполне себе ехать. Как я уже говорил в моем предыдущем обзоре моего электровелосипеда, кареточный мотор позволяет использовать велик такой, какой он есть. То есть вы крутите педали так же, как на обычном велосипеде. При этом мотор вам помогает, а без участия мотора педали практически так же легко крутятся. Тяжелее крутить, но процентов на 20. То есть можно доехать. Когда у тебя сел аккумулятор, ты можешь доехать иду. КАРЕТОЧНОГО С учетом мотора, аккумулятора и всего, что вы здесь видите, набралось целых 27. Зато из-за карбоновой вилки, вес передней части велосипеда стал очень легкий. Посмотрим, что у нас по скорости. Нам удалось разогнать аппарат до 54 км в час. Благодаря довольно мощному аккумулятору, на такой скорости без кручения педалей, вы проедете где-то 35-40 км. Естественно, все зависит от подъема, веса и ветра. Если ехать в эконом режиме, то есть помогать мотору все время крутить педали на средней скорости 30 км в час, то вам его хватит километров на 160. КАСАТЕЛЬНО ДИСПЛЕЕВ Чтобы вы понимали, какой лучше покупать, я собрал и установил их в кучу на руль велосипеда. Существует их довольно-таки много, но для бафан чаще всего устанавливают один из этих пяти дисплеев. И так начнем с самого бюджетного 790 модели. Самые стандартные функции, а именно мощность мотора, которая делится на три уровня, показывает емкость батареи, включение и выключение ночного режима и кнопка ON-OFF. И это все. Следующая модель уже с экраном C965. На нем мы видим переключение паз скоростей, заряд батареи в процентах, пробег, одометр. Можно посмотреть среднюю и максимальную скорость. Также присутствует доступ в настройки, где можно выставлять диаметр колеса, вольтаж, максимальную скорость, режим помощи паз до 9. Плюс этого экрана по сравнению с цветным, это его читаемость на солнце. Всегда все видно очень хорошо. Минус дисплея в неудобстве его настраивать. Нужно читать инструкцию, чтобы понимать, что эти значки обозначают. Следующий дисплей горизонтальный. Модель 750C. Существует в нескольких модификации. Одна из них это подключение к смартфону через Bluetooth для возможности показывать навигацию по заданному маршруту. В остальном все то же самое, но уже на цветном дисплее и с красивым интерфейсом. Дисплей DPC-18. Главная особенность этого дисплея это датчик света, который определяет освещение и делает экран темнее. А все остальное такое же, как и у моего дисплея 850C. Кстати, вот он. Также эти дисплеи показывают интересную информацию по аккумулятору, а именно его общий ток разряда. В данный момент на моем велике это 174 596 Ач. Дисплей можно программировать через компьютер с помощью специальной программы. Это делается через этот кабель. Вы можете выставлять параметры мощности режимов PASS, чувствительность ручки или курка, газа и многое другое. По поводу сенсоров переключения передач. Как я уже говорил в моем предыдущем обзоре, это такие штуки, которые отключают мотор во время переключения передач самого велосипеда для предотвращения разрыва цепи. Итак, на этом фэтбайке установлен гир-сенсор. Что интересно, у меня написано shift-сенсор. Честно говоря, я никакой разницы в его работе не заметил, все так же работает. Возможно, в дальнейшем я постараюсь выявить хоть какие-то отличия. По поводу контроллера для управления мотором. Кто не знает, он встроен в сам мотор. Если вдруг он выходит из строя, его легко можно заменить, открутив боковую крышку мотора. Кого интересует, сколько живут деталей в кареточных моторах, возьмем, например, мой 750-ваттный Бафан. На своем байке я уже проехал около 8000 километров. Катался и зимой, и в дождь, и вообще где только не ездил. Единственное, что вышло из строя, это три лопасти на обгонной муфте. По ремонту могу порекомендовать хороших спецов, где это все дело мне починили, заменив поломанные на новые оригинальные детали. Если нужно полностью новые комплекты электромоторов Бафан для своего велосипеда, пишите мне прямо на YouTube или на почту. Ссылка в описании. Все это дело доставим вовремя, куда угодно, по хорошим ценам, официально и с гарантией. В общем, катайтесь и не ломайтесь. Всем хороших покатушек. Продолжение следует... Продолжение следует...